Я знаю, что очень многие из вас сейчас проходят особенно давление в жизни, потому что общая атмосфера очень изменилась после 7 октября. Но я думаю, что это провозглашение, которое Леон сегодня сделал, оно было очень хорошее и правильное. Мы действительно должны провозглашать жизнь. Несколько дней назад мы праздновали вместе праздник Шавуот. Это было очень радостное время. Что случилось после Шавуота? Я сейчас хочу говорить из Писаний Нового Завета. Когда Иешуа вознесся на небо, он повелел им никуда не отлучаться из Иерусалима и ждать. Они ждали, и они были достаточно разочарованы. Они следовали тем инструкциям, которые дал им Иешуа. Но Дух Святой пришел очень могущественным образом. И в тот момент, когда Он сошел, это изменило жизни очень многих людей во веки веков. Петр, который буквально незадолго до этого события, отрекся и сказал, что Он не знал Иешуа. Он стал могущественным свидетелем Божьим перед сотнями и тысячами евреями. Я хочу, чтобы сейчас все открыли книгу Деяний, пятую главу. Деяний, пятая глава, с двенадцатого по шестнадцатые стихи. Вы хотите читать это в русском? Да. В притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел приставать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу. Множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. Мы видим, что удивительные чудеса, видимые чудеса происходили. Мы видим, что несколько глав до этого ученики исцелили не прокаженного, а расслабленного человека. И все знали, что этот хромой, который не мог ходить, был хромой от рождения, потому что он постоянно сидел у ворот храма. Потом арестовали Петра и Иоанна. Их допрашивали. И им запретили говорить о имени Иешуа. Но из-за того, что они прославляли Бога, то им боялись дать наказание. И по мере того, как проходило время, очень много иудеев присоединялось к вере. И потом мы переходим к пятой главе, когда Анания и Сапфира, они сказали ложь относительно своего имущества, которое они продали. И они замертво упали, и Бог забрал их в жизни. И этим самым событием народ исполнился большим страхом и почтением к Господу. И даже из-за этого события очень много местных жителей евреев приходили к вере в Иешуа. И такое происходило движение, что местные лидеры, они очень боялись того, что происходит. И потом, также мы в пятой главе прочитаем стихи с 17 по 26. Первосвященник же и с ним все, принадлежащие к ереси Саддукейской, исполнились зависти. И наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал, «Идите и став в храме, говорите народу все слова жизни». Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. «Между тем первосвященник и которые с ним, придя, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали также привезти апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвративших, донесли. И, говоря, темницу мы нашли, запертую со всей предосторожностью, и стражи, стоящими перед дверями, но отворив, не нашли никого. Когда же услышали эти слова первосвященник, начальник стражи, и против первосвященники не удомевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря, «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пришел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Это очень важный момент. Мы видим, как Дух Святой действовал в жизни людей, находящихся в Иерусалиме. И это расстраивало умеренный баланс жизни тех, которые были религиозными лидерами в то время. И я хочу сказать особенно тем людям, которые находятся в каком-то служении, которые служат Богу. Никогда не позволяйте кому-то, чтобы вам показывали на других людей и говорили, «Посмотри, как вот этот человек преуспевает». Потому что это может открыть дверь к зависти. И я вижу, как это очень часто происходило в Соединенных Штатах и в других странах. Я видел, как два пастора в одном и том же городе просто перестали разговаривать друг с другом. Вместо того, чтобы поддерживать и молиться друг за друга. Вместо того, чтобы благословлять друг друга. Преялись за детей, за семьи друг друга. Но здесь, как и в том месте, в котором мы сейчас прочитали, сердца лидеров были ожесточены. И как вы видите, здесь произошло чудо. И Бог чудесным образом высвободил своих людей из темницы. И когда они, просто очень важный момент, когда Бог освободил их из темницы, они не пошли куда-то спрятаться. Они последовали руководству Святого Духа и вернулись на свое место и опять свидетельствовали о Господе Ишу. Как это может быть? Я думаю, что такое возможно только с людьми, которые переполнены Святым Духом. Просто обратите внимание на то, когда Петр начал проповедовать. Он не говорил о том, какой путь он прошел и как Бог изменил его, каким он великим стал. Он только говорил слова, написанные в Писании. Он цитировал то, что написано в Писаниях. И он призывал людей к покаянию. Обратите внимание на кого он именно превозносил. Дух Святой всегда и всегда будет превозносить только Господа Ишуа. Если вы делаете какое-то служение, и Ишуа не является центром этой работы, то нам нужно переоценить свой путь и понять тогда, для чего вообще это служение делается. Вы можете проверить это в Госпеле Джона, chapter 14, chapter 16. Давайте мы проверим. Сейчас откроем Евангелие от Иоанна, 14 главу, 16 стих. Здесь очень ясно написано, какова цель Святого Духа. I'm sorry, 16, chapter 16, yeah, yeah. 16 глава, verse 12 to 14. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить то, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому что я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я к Отцу иду. То, что написано о Духе Святом до этого в 14 главе, вы можете прочитать позже, но здесь мы видим, что Ешуа говорит о том, какова цель Святого Духа. И я верю, что Дух Святой — это Дух Божий, и Он Господь. Мы видим участие Духа Святого на протяжении всего Писания и от начала творения. Ему принадлежит разум и воля и чувства. Когда мы говорим про чудеса и знамения, мы не говорим про какие-то иллюзии или магию. Мы не говорим про какой-то Дух, который нужно задействовать. Мы говорим о личности. Мы говорим о том Духе, о личности, который вел Господа Ешуа, который ходил по этой земле. И Он также хочет стать частью нашей жизни. И Он хочет дать нам Свою силу. Он хочет делать это для Своих великих целей. Мы видим, когда мы читали про устройство скини, что у каждого колена была своя цель и свое участие в построении скини. И как в прошлом, так же и сегодня Дух Святой желает открыть, какова ваша функция в теле Мессии. Я когда уже говорил здесь этой сцены, я говорил об этом. Когда я был подростком, я очень многого боялся. Я до сих пор очень стеснительный человек. Но когда Дух Святой могущественным образом пришел в мою жизнь, в 13 лет, я пережил исполнение и погружение в Святой Дух. Я вдруг начал без стеснения более свободно говорить с людьми. И я начал своим друзьям в школе рассказывать о Иешуа. И один молодой человек, я чувствовал, что Господь действительно открыл двери для того, чтобы говорить с ним. И мы проводили время на обеденном перерыве для того, чтобы говорить друг с другом. И я пригласил их в местную общину на наше собрание. Этот мальчик очень сильно участвовал в такой деятельности, как бойскауты, есть такая организация. И в нашей церкви у нас была программа для мальчиков, которая называлась, я не уверена, как это перевести, Королевские рейнджеры. Он начал приходить, бойскауты, не важно, на наше собрание. Это история не так важна. То, что я хочу сказать, это что Дух Святой давал нам время и действовал в этом человеке. Я понятия не имел, что у него дома серьезная проблема, его мама страдала алкоголизмом. Я просто, когда один раз увидел ее, она выглядела очень слабой и очень уставшей. И этого мальчика растил его отчим. Один раз этот мальчик дошел до такого отчаяния, что он взял оружие и хотел закончить жизнь самоубийством. И он уже зарядил оружие и поднес к своему виску. И потом он услышал голос, который говорил ему, «А что потом? А что потом?» И потом к нему стали приходить мысли, что нет, ему нужно опять пойти на это собрание, где он один раз был. Его зовут Берри. Берри, после этого, later, the Lord did a great work in his life. И после этого события Господь сделал великую работу в его жизни. Later, as an adult, of course, he had married and had a family. Он вырос, женился, у него прекрасная семья. И он является пастором небольшого собрания в Оклахоме. Он очень усердно трудился. Он закончил библейский колледж. И причина, почему я делюсь с вами этой историей. Потому что Дух Святой часто нарушает наши планы. Если вы находитесь здесь, и вы думаете, моя жизнь идет не потому, что я себе запланировал, то ничего страшного, позвольте Духу Святому войти и нарушить ваши планы. Потому что то, что от Него, это будет самое лучшее. Многие люди, которые читали эту книгу, деяний и то, что делали апостолы. Многие теологи сказали, что эту книгу можно назвать не деяние апостолов, о деянии Святого Духа. Насколько активен и действован Святой Дух в вашей личной жизни? Согласны ли мы, готовы ли мы ждать от Него инструкции и направления? Даже когда Он не приходит в то время, когда именно в этот момент мы Его ожидаем. Они поминовались Ешуа, и они ждали в этой верхней комнате, и Дух Святой пришел. Я сам вырос из очень традиционной пятидесятнической церкви. Я очень благодарен Богу за мои родители и за мою семью. Но то, что я заметил относительно традиций, мы часто говорим, я помню тот момент, когда Дух Святой сошел на меня. Но мой вопрос сегодня, когда это был последний раз, когда вы чувствовали исполнение Святым Духом? Мы должны постоянно ожидать обновления и свежести от Него. Часто мы читаем в Священных Писаниях, в книге Деяний, что то место, где они собирались, было буквально потрясено от наполнения Святого Духа. Они были исполнены Святым Духом. Давайте мы откроем опять то местописание, откуда мы начали. Деяние, пятая глава. И я хочу, чтобы мы сейчас в конце прочитали эти стихи с двадцать седьмого по тридцать второй. «Приведя же, их поставили в Синедрионе, и спросил их первосвященник, говоря, «Не запретили ли мы вам накрепко учить о сем имени? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иешуа, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог в десницу Своей в начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему все мы, и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Когда мы начинаем двигаться в послушании, исследовать инструкциям Святого Духа, это означает, что, скорее всего, нам будут противостоять те, которые не согласны с нами. Но мы должны в тот момент решить для себя отвечать так, как сказал Петр и апостолы, что мы должны повиноваться Богу, а не вам. Я не говорю о том, чтобы восставать против ваших лидеров или старейших. Слово по этому поводу также очень ясное, что в служении должен быть правильный порядок. Но Дух Святой — это всегда наивысший приоритет. И когда мы дадим Духу Святому действовать, то неверующие люди будут вставать в покаяние. Но я могу сказать, что чем сильнее наша молитвенная жизнь и наше единство в теле, тогда и наши лидеры будут свою работу совершать легче и более благословеннее. Чем когда каждый идет в своем собственном направлении, без водительства Святого Духа. Обратите внимание на то, что всякий раз, когда написано об исполнении Святым Духом, говорится то, что они пребывали в единстве. И Он давал им рост, они видели тысячи евреев, приходящих к вере. Сегодня у нас есть удивительные инструменты в наших руках, и мы пользуемся высокими технологиями. Но иногда Святой Дух как будто бы спрашивает, «А у тебя есть небольшое местечко для меня во всех твоих планах?» Можно я войду в это пятиминутное окно в твоем собрании служений? Много лет назад была такая ситуация, когда большие церкви в Америке, что это было очень популярным. Если честно, если у меня есть господин, а у вас есть господин, и он был в другой стране, он был в другую страну, я не знаю, что это слово, но если у тебя есть господин, Продолжение следует... Когда миссионеры с разных стран приезжали для того, чтобы благовествовать, им говорили, не рассказывай много, просто мы тебе дадим 5 минут. Потом мы соберем для тебя большие и хорошие пожертвования. Мы помолимся за тебя. Но имей 5-минутные рамки для своей проповеди. И я, допустим, когда участвовал в таком, я очень уважал то, что они мне говорят. И это не, может быть, самый лучший пример. Я бы только прошу о том, чтобы Дух Святой помог нам чтобы мы позволили Ему действовать в свободе. Потому что Он прославляет Ешуа. Ешуа не здесь с нами. Но Он с нами посредством Своего Духа, как Он сказал. И когда Павел, находясь в заключении, писал, Он писал филиппийцам. И Он сказал, что только Дух Господа моего Мессии даст мне победу. Очень многие переживали за Его положение, за Его ситуацию. Но Он сказал, что это будет во благо Божьей работе. И ваши молитвы имеют вес. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся. Отец Наш Небесный. Господь, мы любим Тебя, мы благодарим Тебя за нашу общину. Мы благодарим за то видение, которое Ты дал нам насаждать другие собрания. И мы знаем, Господь, что Твой Дух Святой давал им силу. И мы просим, чтобы Дух Святой продолжал работать среди нас. Открой наши сердца и наш разум. Для того, чтобы те сферы жизни, которые не полностью повинуются Господу еще, чтобы Дух Святой зашел туда. В те сферы нашего сердца, где, возможно, мы имеем какую-то печаль. И, Господь, пусть мы, Дух Святой обличит нас, чтобы мы могли искренне покаяться пред Тобой. Потому что, Господь, мы иногда делаем очень плохие примеры в нашей жизни. Но у нас есть идеальный пример на Вашего Господа Ишуа, и мы хотим быть похожими на Него. И, Дух Святой, мы приглашаем Тебя. Я молюсь, Господь, за всех лидеров, которые находятся здесь. За их семьи. Укрепи их, Господь. Открой, Господь, им Твои планы и Твои пути. Укрепи их, Господь, и обнови их жизнь с Тобой, Дух Святой. Чтобы они имели очень ясное направление от Тебя. Мы молимся за каждого здесь, за каждого, кто жаждет обновления отношений с Тобой, Господь. Чтобы Ты наполнил их. Наполнил их Твоим драгоценным Святым Духом. Министры к ним, пурь от oil of healing. Даже сейчас, когда мы молимся, Господь, мы благодарим Тебя. В течение всего. Ваше имя, Ваше имя, Ваше имя, Ваше имя. Аминь. Аминь. Бог блажен. Спасибо.